Сегодняшняя тема. Доклад предстоит подготовить Минздраву совместно с Минпромторгом, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службой, ФАС, и Федеральной службой по тарифам, ФСТ. Что будет, если запретить рекламу без рецептурных лекарств, читайте здесь, добавим, объем коммерческого, или аптечного, сегмента российского фармацевтического рынка в 2011 году увеличился в денежном выражении, по оценке DSM Group, и составил 468 миллиардов рублей, около 16 миллиардов долларов США. Согласно прогнозу на 2012 год, рост составит 15%. На долю без рецептурных лекарств в аптечных продажах приходится примерно 47,2% в денежном объеме и 71% в упаковках. Какие лекарства пользуются большей популярностью у россиян, можно узнать здесь, источник, rosbald.ru Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok